Собрать букет цветов занятие не хитрое, а вот сделать это со вкусом и стилем под силу только профессионалам. Здесь, говорят специалисты, важна каждая деталь. Цвет, форма, длина стебля и многое другое. Даже малейшая ошибка может роскошный букет превратить в незрачную связку растений. Можно даже цветом испортить. Бывает, что цвета не сочетаются, можно фурнитурой даже испортить цветок. Вот, например, букет очень красивый, а фурнитуры подберешь, бывает цвет грязный смотрится. Бывает такой, да. Это надо все учитывать, все цвета. Для флориста каждый собранный букет – это произведение искусства, которое невозможно повторить. Как в любом творчестве, здесь многое зависит от фантазии и желаний специалиста. Существуют во флористике и свои четкие правила. Ну вот, например, выбираем цветок гербера. Вот она, оранжевого цвета. Под герберку мы уже потом, я иду, выбираю фризантему, розы, альстромерию, вот такие цветочки, чтобы оно сочеталось все вместе и красиво смотрелось. Основной цвет я все равно, цветок выбираю всегда в букете. Потом уже под него подбираю другие. При оформлении букета учитывается даже возраст получателя. По словам флористов, такие цветы, как тюльпан, фрези и рисы, больше подходят молодым девушкам. Более взрослым дамам рекомендуют представительные букеты. Если это молодая девушка, то это будет более нежный какой-то, более легкий букет. Возможно, это будет более весенний, может быть, даже букет. Если это юбилей, то это будет юбилейный букет, более классический, более насыщенный. Существуют в оформлении букетов и свои профессиональные хитрости. Так, чтобы флорист смог оценить собранный букет со стороны, используется обычное зеркало. Флорист подходит к зеркалу и показывает его в зеркало. И в зеркале сразу отражается, что не так, что неправильно собрано. Потому что он должен быть правильно композиционно собран и по цвету. Все нюансы в зеркале видны. Профессиональный флорист способен не только собрать хороший букет, но и придать цветам любую форму. Так зачастую создают цветочные композиции в форме различных зверюшек и сердечек. А порой применяют свои таланты для выполнения совсем странных заказов. Пришел молодой человек с рыбой, попросил оформить ее в форме букета. Мы собирали упаковку и делали букет из рыбы. В целом профессия флориста постоянно требует обновления навыков и знаний. Также необходимо уметь обрабатывать, содержать и правильно подрезать цветы. Но несмотря на все сложности, мастера уверены, флористика – это не просто работа. Это возможность реализовать свои творческие идеи и сделать людей счастливыми. Искандер Байкенов, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.